доброго времени уток друзья с вами по-прежнему арталаски и давненько я ничего не снимал по графическим редакторам особенно по мобильным и тут такое дело одному моему хорошему знакомому срочно нужны классные фотки в свой инстаграмчик но photoshop мягко говоря не для него да и тем более на android ну или на ios у некоторых же все таки айфоны как собственно и у этого моего хорошего знакомого поэтому нам нужно что-то такое простое чем справиться даже он и при этом желательно бесплатно под эти критерии отлично подходит приложение pixart итак открываем приложение на своем смартфоне или айфоне и здесь у нас подобие лента инстаграма хотя по сути это собственно независимая социальная сеть тоже кстати достаточно прикольная и тоже достаточно популярная нажимаем на вот этот большой плюсик и перед нами открывается целая куча возможностей мы можем взять любую из наших фотографий которые уже загружена на мобильное устройство но также можем взять уже готовый фон и сделать например на нем какую-то надпись или что-то в таком духе но это только для вип но вот что мы можем начать делать уже прямо сейчас это коллажи использовать камеру или какую-то из этих картинок заранее подготовленных начать делать рисунки это кстати тоже прошлая попытка использовать бесплатные фотографии и просто использовать свет фона особенно это понравится любителям писать цитатки своих аккаунтах и если вы думаете что мы не такие мы такие поэтому мы тоже так сделаем но рекламка но это само собой она кстати отключается с покупкой вип аккаунта и нам предлагают три дня бесплатно попробовать этот самый вип аккаунт нам предлагают выбрать размер изображения ну берем тот который рекомендуется окей внизу у нас целая панель инструментов где очень много всего я вкратце про это все расскажу на примере следующих изображений но сейчас мы добавим сюда фото прямо на этот фон нашего неподражаемого персонажа кстати сколько раз вы нажмете столько оно и добавится добавляем и растягиваем размещаем его по всем правилам композиции и нажимаем галочку все фотографию мы сюда поместили самое время добавить пафосную цитатку и это мы будем делать с помощью инструмента текст здесь мы можем изменить форматирование текста но посередине нас как раз таки устраивает нажимаем галочку теперь мы можем его переместить в нужное нам место растянуть соответственно выбираем нужный нам шрифт но большинство из них работает только с английскими буквами с кириллицей к сожалению многие из них не работают но кое-как на них все-таки влияют поэтому попробовать можно либо просто сразу нажимаем на вот эту кнопку и выбираем из списка но это если вы уже знаете какой шрифт вам нужен далее мы можем изменить цвет можем даже сделать вот так выбрать с помощью вот этого цветового круга что кстати достаточно сильно расширяет возможности и добавить парочку эффектов далее мы можем сделать текст немного непрозрачным либо вообще еле видным но нашу крутую цитатку должны видеть все поэтому мы оставляем ее на 100 процентах далее у нас есть тут режимы наложения совсем как фотошопе экран у нас соответственно осветляет и все самые светлые цвета у нас будут становиться ну как бы еще светлее а все темные наоборот либо пропадут вообще как у нас здесь это произошло с обводкой либо просто станут менее заметными умножение наоборот влияет в основном на темные цвета все что темнее эти вот так вот покажу все что темнее вот этого вот цвета такого серого она будет становиться еще темнее и под собой тоже делать еще более темным то есть видите как на фоне здесь он не настолько темный а на персонажа он уже в принципе черный окей следующий режим наложения темнее практически аналогичной умножению поэтому я не вижу смысла рассматривать его еще дольше насчет этого режима в принципе все то же самое наложение по-другому overlay тоже достаточно интересный режим наложения он совмещает себе и умножение и осветление но при этом он также влияет на насыщенность цвета то есть у нас в темных цветах насыщенность как бы будет убавляться это видно на вот этих черных буквах а на светлых наоборот прибавляться то есть здесь у нас черный вообще стал красным вот это кстати действует не только на шрифты но и вообще на любые изображения и стикеры которые мы сюда добавим так ну конечно же добавляем тень позиция нас будет нижняя вот так но кстати интенсивный здесь как-то особо не поменяешь увы можем просто сделать ее темнее но они больше в размере в принципе не всегда то это и нужно ну и конечно же изгиб самого текста чтобы у нас было как вера лаше или как в презентации powerpoint от двухтысячных годов но у нас все ровно у нас все по классике оставим именно так нажимаем галочку если у нас все окей либо можем добавить еще один текст либо можем стереть а любую из существующих но нас все устраивает окей первая фоточка у нас есть но тем не менее мы добавим сюда еще немножечко эффектов оба и здесь у нас на выбор множество интересных эффектов которые реально значимо меняют картинку и кстати многие из них достаточно прикольная и способны не слабенько так оживить вашу фотку кстати по моему очень даже подходит но на этом еще интересы не кончаются у нас есть функция магия магия по сути тоже является интересными эффектами но это прям вот такая лютая обработка например давайте сделаем его похожим на вот этого красавчика вообще ну прям вот чисто пацанская цитата ну чего вам не нравится но или вот так тоже довольно интересно нажимаем галочку и отправляемся дальше теперь что мы можем сделать дальше мы можем загрузить ее сюда в эту социальную сеть но я хочу сделать сохранение в галерею после этого нажимаем готова и делаем еще новых фоточек и с чего бы нам начать давайте немножко порисуем нажимаем создать и по сути у нас есть небольшая рисовалка здесь даже есть небольшая настройка кистей и и какие-то скетчи тем же пальцем или если у вас есть специальный стилус а можно сделать достаточно быстро и легко но также можно рисовать и поверх изображений давайте добавим сюда что-нибудь из фотографий нажимая опять же на вот эту фотку добавляем этого замечательного котика можем его как-либо вращать снова берем кисть достаточно будет например вот такой вот размер побольше непрозрачность поменьше установить проверяем подойдет теперь нужно выбрать цвет розовый настоящий мужской цвет готово мы получили суперскую фотку но если вы будете долго пальцем удерживать на конкретном месте у вас появится вот такой круг который будет являться пипеткой и вы сможете достаточно быстро выбрать какой-либо нужный вам цвет далее просто отпускаем палец на нужном цвете и здесь у нас он появляется помимо всего прочего здесь также есть слои и это нам очень даже на руку мы создаем новый слой пустой слой как видите фото у нас автоматически создалось на новом слое и здесь мы также можем добавить какой-нибудь шрифт точнее какой-нибудь текст каким-нибудь шрифтом соответственно выбрать сразу для него цвет и нажав на любом месте будем рисовать вот таким вот текстом вот такие вот дела окей когда мы закончим нажимаем на вот эту кнопку сохранить и поделиться продолжаем создавать шедевры с этим замечательным приложением выбираем какой-нибудь фон цветочки отлично подойдут и добавляем сюда еще одно фото но вы должны заметить что помимо фото сюда можно добавлять также и стикеры которые тут зайка не обращайте внимание которые вы можете добавлять самостоятельно это я сейчас еще покажу как вот суть в том что стикеры тоже не имеют фона а фотографии как правило имеют вот собственно сейчас мы что-нибудь такое интересное и придумаем добавляем сюда наше главное действующее лицо нажимаем галочку и нажимаем на кнопку инструменты мы можем обрезать наше изображение либо говоря профессиональным языком кадрировать его но так как у нас уже все должно быть по квадрату мы сделаем почти правильно далее с помощью инструмента свободного выбора мы можем выделить определенную часть изображения с помощью ластика как ни странно можно все это стереть но через лассо гораздо удобнее это делать на мой взгляд выбрав нужную нам область нажимаем далее и мы ее как бы вот так вот вырезаем теперь можем сохранить это как отдельный стикер сохранено в моих стикерах кто бы сомневался возвращаемся назад не надо было возвращаться назад но нам не сложно это повторить впрочем в стикерах у нас выходим из недавнего не позоримся но добавить фото почему-то не в стикерах у нас появилась наша суперская голова которую мы можем сюда добавить будет у нас еще один классный портрет отлично но нажимаем галочку продолжая использовать интересный инструмент мы сделаем эффект дисперсии нам показывают как это работает выбери участок и мы выбираем вот этот вот участок потому что у нас сейчас наиболее косячный и продолжаем вообще кстати дисперсия достаточно и интересный инструмент правда она немножко неэффектно выглядит в конкретном данном случае просто у нас здесь слишком пестрый фон окей этот эксперимент у нас немножечко не удался но мы не унываем возьмем черный фон добавим сюда нашего любимого персонажа но что еще мне нравится в этом приложении это возможность добавлять красивые блики их здесь выбор достаточно внушительный давайте выберем например вот такой а теперь это немного смахивает на рекламу орбит ну да ладно мы даже можем редактировать тон этого изображения и его прозрачность при этом наложить его в другом режиме наложения нажимаем галочку при нас все устраивает и теперь можно добавить текст а готово а теперь вернем экранчик для более удобной работы и у нас тут есть такой интересный режим рисования кистями давайте нарисуем ему радугу готово это нам надо вот сюда кстати интересный эффект глича ну думаю на этом картинку можно закончить нажимаем галочку добавим его в галерею а также загрузим в эту социальную сеть или может лучше не надо ах понеслась и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...